Вы столько говорили, как будто вы на 100% сократили срок 3 дня, 10 дней. По сравнению с другими лучшими практиками, вы вообще сзади. Что вы позоритесь? Речь идет о выдаче разрешения на строительство. Сейчас в республике эта процедура занимает примерно 79 дней. В среднем же по стране 42 дня. В ряде регионов ускорение добили за счет электронных услуг. Как выяснилось, Татарстану это только предстоит сделать. Рустам Мениханов отметил, это явное упущение Минстроя и Минцифры республики. До этого, что, чем ты занимался? Ты же не первый день работаешь. Куда вы смотрели? Что вы это? 42 среднем по России. Давай немножко шевелитесь. Это ваша заслуга. Это ваша работа. Большое эти сделали. Пока. Давай разберитесь, где наши эти... Минцифры здесь, нет? Давайте займитесь конкретно. Что-то вы очень спокойные ребята. И по муниципалитетам тоже рейтинги надо посмотреть, как у нас работают. Вообще мы систему должны запустить. Сейчас мы запустим эту систему. Я недоволен вашей работой. Садись. Замечания от президента и сетевой компании. Много времени уходит на подключение объектов к электроэнергии. Было, значит, у нас по срокам 47, стало 43. Это срок. Три дня? Да. Сильно вы поработали. Лучшие практики сколько? Лучшая практика Москва 33-36 дней. Вот давайте выходите на 35 хотя бы. Электронные базы, все мы должны видеть, МИДХАТ, ты должен видеть все заявки, что поступило, как только за норматив выходит красный лампчик. Сделайте, чтобы все вот эти заявки, которые разрешение на строительство, и министр должен видеть, сетевая компания, все мы должны видеть это. Сделайте электронную нормальную систему, чтобы мы все видели, мониторили. И все будет нормально. Ну, ты понял, да? Да. Тоже тебе пока желтые картины. Чем вызвана критика президента, вполне объяснимо. Долгие процедуры мешают развитию бизнеса в республике. По итогам 2020 года в национальном рейтинге инвестиционного климата Татарстан занял второе место в России. Как сообщила Светлана Чупшева, в будущем критерий оценки будет больше, и регионам нужно быть к этому готовыми. В частности, будут учитываться сроки подключения тепла, газа и водоснабжения. Те улучшения, которые предлагают сегодня разные ведомства республики Татарстан по сокращению сроков и процедур, они возможны как раз за счет перевода в электронный цифровой вид этих форматов и объединения отдельных услуг в комплексную услугу для бизнеса, что, безусловно, сокращает и сроки, и процедуры. В ближайшее время в Татарстане составит рейтинг инвест-привлекательности муниципалитетов. Сейчас главные критерии оценки – это нормативная база, созданная инфраструктура, работа уполномоченных органов по помощи бизнесу и конкретно поддержка малого предпринимательства. Этот список расширится. Видно, даже из сегодняшнего заседания резервы для улучшения инвестиционной привлекательности республики имеются, их много. Следовательно, позиция республики должна быть выше. Я прошу руководителей исполнительных органов власти, глав муниципальных образований взять эту работу на особый контроль под персональную ответственность. Рустам Мениханов подчеркнул, республика будет стремиться создавать максимально комфортные условия для бизнеса, используя лучшие практики. Пока мы не будем все это прозрачно видеть, где, на каком этапе у нас, какой документ или какое решение застревает, вся эта работа будет, ну, бюрократы всегда будут тормозить. Бизнес – это как перелетные птицы. Понятно, есть категория местная, которая никуда не уйдет, значит, ну, будет мучиться. А есть та категория, которая прилетает, где хорошо, где созданы условия. Поэтому будем работать. Отметим, по национальным целям Владимира Путина, перед регионами стоит задача кратно нарастить объем инвестиций. Так к 2030 году приток средств должен вырасти как минимум на 70%. Дмитрий Ирина Дельмин-Дубаев, ТНВ, Казань.